И сегодняшнее послание. Кому все содействует ко благу? Аллилуйя. Вот такой вопрос и такое послание. Кому все содействует ко благу? Это корректный вопрос, потому что на самом деле пословица этого мира звучит так. Ну, все, что не делается, все к лучшему. Но знаете, когда человеческая раса вымирает из-за глупости людей, когда люди убивают друг друга из-за жадности, из-за корыстных целей, то я вам скажу, это не классная ситуация. И здесь нельзя сказать, что это содействует ко благу, когда убивает родных и близких. Это нельзя говорить об этом, что всем все будет как бы содействовать ко благу. Или же все, что делается к лучшему. Но я сегодня хочу коснуться той мысли, которую апостол Павел выразил. И посмотрю несколько историй, библейских историй, которые помогут нам понять вообще, как нам относиться к тому, в чем мы сегодня с вами живем. Аминь. И начну я с послания к римлянам. Послание к римлянам. Восьмая глава. С 28 по 32 стихи. Здесь апостол Павел говорит такие слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо потому что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Аминь. Перед этим был еще один стих, где апостол Павел говорит, что когда мы в своих немощах не знаем, о чем молиться, как должно, он говорит, что Дух Святой сам ходатайствует за святых по воле Божьей. Он говорит о том, что есть духовный ходатай, заступник, который внутри нас живет по воле Отца. Бог, Отец послал его в жизнь своих детей, чтобы мы не были одиноки в этом мире, и чтобы у нас была всегда поддержка, чтобы у нас был мудрый совет, чтобы у нас был ходатай внутри нас, постоянный ходатай. И он потом говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Мы должны понимать, что речь идет о детях Божьих, а не просто обо всем мире, обо всех, кто в это хотят иметь. Не все имели то, что имели израильтяне. Не все имеют до сих пор, что имеют евреи. Почему сегодня весь мир восстал на евреев, считая их причиной всех проблем на земле? Да потому что дьявол до сих пор хочет уничтожить тот народ, которого Бог избрал, как свой народ. Сказал, это мой народ, это мое воинство, это мои дети, это мои возлюбленные, аллилуйя. Как хотите, дух антисемитизма сегодня побрачил умы людей. И знаете почему? Потому что Иисус придет в Израиль, когда приявится второй раз. Хочу, чтобы вы это услышали. Я хочу, чтобы в нашей церкви просто был поражен дух антисемитизма. Потому что дух антисемитизма, он действует во все времена существования израильского народа. Потому что из него пришел Спаситель, и туда же он придет. Но мы, как Павел говорит, привитая лоза, мы, как привитая маслина, у нас есть корень, который начинается в Израиле. Павел пишет четко, что спасение от Израиля. Иисус об этом говорил. Неужели не знаете, что апостолам только погибающим отцам дома Израиля? Им тогда звучало это как благоволение, как избранный народ. Остальные могли лишь облизываться и говорят, везет же вам. Вас такой великий Бог, который взял Красное море и раздвинул. Вот тот Бог, который камни с неба бросал. Тот Бог, который по крику своего народа разрушил стены Ерихонские. Вам же везет. И Бог взял и сделал это достояние доступным каждому, кто поверит в Иисуса Христа. И примет его как Сына Божьего, как Спасителя, как Искупителя. Аминь. Поэтому Иоанн имел об этом откровение. Он говорит, что тому, кто принял его, он дал власть быть чадом Божьим. Пришел к своим, свои его не приняли. И он остался евреем, он остался иудеем, и израильский народ остался. Но, я вам скажу, сегодня рожденный от Бога человек, этот не тот, который пришел и произвел обрезание в Израиле. И сказал, я хочу быть частью твоего народа. Но тот, который принял Иисуса, как Господа и Спасителя своей жизни. И тому человеку он дает Святой Дух. И он в человеке живет и ходатайствует, когда мы молимся на их языках. Когда мы молимся Духом. И тогда мы можем знать, что цели достигаются не потому, что мы усиленно просим или очень сильно хотим этого. А потому, что Дух Святой ходатайствует, зная, что в нашем сердце и волю Божью в совершенстве. Аминь. Давайте слушать внимательно. Дух Святой ходатайствует за нас с вами по воле Божьей. Когда мы молимся Духом. Мы не знаем, что для нас лучше и как для нас лучше. Мы не знаем, какие обстоятельства будут нам содействовать ко благу. А Дух Святой знает. Он знает, что остановить, а что начать. Он знает, где открыть дверь, где закрыть дверь. И когда мы молимся, фактически мы говорим, Дух Святой спланируй для меня мою будущую жизнь. Спланируй для меня этот день. Спланируй для меня эту неделю, этот год. Я прошу тебя, веди меня так, как ты этого хочешь. И вот тогда я могу сказать, что в моей жизни все, все, все будет содействовать ко благу. Все, что будет происходить. Здесь не написано, не путайте, пожалуйста, что все в моей жизни будет хорошо, никаких проблем не будет. Здесь не написано, что, ну вообще, как бы это только в этом мире все одни проблемы. У тебя вообще никаких проблем не будет. Проблема, трудности приходят. Но все, что мы проходим, и испытания, и трудности, по идее, по Слову Божьему, должны нам содействовать к нашему благу. Содействовать. То есть Бог приведет это в свою славу и нам во благо. Какие бы мы ни проходили сегодня испытания, мы, как люди Божьи, должны знать, что это испытание, это трудность, это определенная ситуация, проблема должна что-то произвести в нашем сердце. В нашей душе к перемене, в лучшую сторону. Потому что если верующий человек после испытания ожесточается, начинает скулить, извините за выражение, роптать на Бога, возмущаться, он не в том направлении идет. Потому что ропот не привел израильтян в землю обещанную. Ропот и возмущение не дали ему видеть то, что Бог приготовил для них, на самом деле. А Бог не приготовил для них погибель в пустыне. Аллилуйя. Знаете, люди могут подумать, вот Бог вывел евреев из Египта и по Богу вывел в пустыне. Но не все же знают, почему это произошло. Не все знают, что же там на самом деле происходило. Знаем только мы с вами, евреи знают, которые читают Библию. Они знают, что израильский народ из-за ропота своего и неверия не вошел в землю обещанную. Но израиль как имя все-таки вошли в землю обещанную. Потому что Бог обещал. И второе поколение, новое поколение, родившееся в пустыне, они как раз и увидели славу Божию. Что Бог обещал, он исполнил. Я хочу тебе сказать, что Бог обещал, он исполнит. Что Бог сказал, твою жизнь он сделает. Но твоя задача сегодня, жить так, чтобы это не становилось противление Божьим планам. Чтобы это не становилось противление Божьим целям в твоей жизни. Потому что твой характер нуждается в перемене. Можно на это не возражать, потому что это правда. Мы нуждаемся в переменах. Наш характер нуждается в переменах. Мы нуждаемся в освобождении от грехов. Мы нуждаемся в совершенствовании. Аминь. Но как избавить нас или изменить нас без боли, без страдания, без испытания? Как вообще проверить мою веру? Как испытать мои слова в действии? Я могу говорить очень красиво и много. И моя вера может звучать очень внушительно, впечатлять может людей. Но до тех пор, пока не наступит время испытания этих слов, я не смогу доказать, что я в вере. Это правда. Поэтому моя жизнь так устроена, как человека верующего. Она должна пройти определенный путь перемены. И эти перемены, они не всегда нравятся нам, как плоти и как душе. Не всегда нас устраивает то, что вокруг нас происходит. Но Павел говорит, что любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аллилуйя. Потому что он говорит, кого он предизбрал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, Иисусу Христу. Аминь. И смотрите, что он дальше говорит. Тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего. То есть вопрос Божьей щедрости не вызывает сомнений. Он приготовил для нас то будущее, которое будет щедро для нас, оценено как щедрость, великая щедрость Божия. И я скажу, когда Петр увидел улов в своей лодке, которого он не видел никогда в своей жизни. И лишь только потому, что он дал место Иисусу и попроповедует с его лодки. Он увидел урожай, которого никогда не мог даже мечтать. Две полные лодки. Два корабля. Я бы сказал, корабля, лодочки, это не наша крынка. Это там были по 5-6 тонн вместимости. И они были полной рыбой и уже наполнялись водой. И Петр увидел это просто в ужасе от улова, который он увидел. И он понял, что Царство Божие это не капля с неба на землю. Это огромное благословение. Вот такой наш Отец. И если он сына своего не пощадил, это единственное, самое дорогое, что у него было. Он отдал за грехи людей. А теперь мы будем думать, наверное, Богу жалко меня благословить. Наверное, Богу жалко что-то мне дать. Он говорит, как с ним, не дарует вам и всего. Это все принадлежит народу Божьему. Не путать просто всем. Нет, народу Божьему. И когда мы читаем послание к Филадельфийской церкви в Откровении, апостол Иоанн записал, ангелу Филадельфийской церкви напиши, так как ты претерпел и остался верным моему слову, то ты получаешь ключи Давида. И то, что ты закроешь, никто не откроет. И то, что ты откроешь, никто не закроет. Аллилуйя. Он говорит, ты немного имеешь силы, но из-за того, что ты остался верным мне, ты получишь настолько больше, чем все остальные. И будешь сохранен в час или время искушения, которое придет на всю землю. Знаете, меня это ободряет. И вдохновляет, что в том мире, в котором мы живем, он, да, он трясется от того, что происходит. Реально его колеблют все силы, духовные силы. Но Бог говорит, что придет время, когда колеблемое поколеблется и падет. Но останется царство непоколебимое. И оно не останется где-то в каком-то районе города или страны, или земли. Оно должно остаться внутри нас. Царство Божье, которое не поколеблется от испытаний и от искушений. Я сегодня начал говорить об этих временах, которые были трудные. Знаете, мы пришли в хорошие времена. И Павел писал, мне нравится эта мысль его, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Нужно научиться, но при том и том, оставаться в вере. Оставаться человеком веры. Оставаться верным Богу. Независимо ни от чего. Хорошо тебе, оставайся верным Господу. Плохо тебе, оставайся верным Господу. Аллилуйя. Не позволяй своему сердцу стать слишком надменным из-за того, что у тебя все в жизни хорошо. Знаете, не зря Бог говорил Израилю, когда он вводил их в землю обещанное, говорит, слушайте, там у вас будет много всего. Хлеба, воды, еды, всего, одежды, полей, золота, серебра, домов. Он перечислял по нарастающей. Он говорит, у вас этого всего будет много. Это не было предположение. Это было конкретное пророчество. Он говорит, там будет это все. Это будет. И дальше он говорит такие слова. Только не забудь, что это я тебе дал. Чтобы не надмилось твое сердце, ты не сказал, рука моя приобрела все это. Он говорит, это я тебе даю. Чтобы ты наслаждался и знал, у тебя великий Бог. И чтобы, говоря другим людям о таком Боге, тебе не было стыдно. Аллилуйя. Но вопрос, хорошо тебе говорить, но у тебя что-то есть, а у меня чего-то нет. Послушай, оставайся верным Господу, у тебя все будет. У тебя будет то, в чем ты нуждаешься, на что ты действительно расположен, к чему ты стремишься, и ты веришь, что тебе это нужно. Бог это даст. Но вопрос даже не столько в этом, а в том, как преодолевать разного рода трудности, это наиболее сложный вопрос в христианстве. Иногда некоторые даже делают доктрину, что страдание – это вообще удел всех христиан, вы должны в этом всем жить. А я скажу, нет, страдание – это не удел для детей божьих. Страдания, они временные. И Петр об этом писал, и Павел об этом писал. Мы читаем об этом, что это временное страдание, и они закончатся, и в этом не есть Божья цель, чтобы нас постоянно под давлением держать, и чтобы мы знали, кто наш хозяин. Бог не хочет, чтобы мы жили в рабстве. Он нас вывел из рабства. Потому что когда мы жили без Бога, мы по-настоящему хотели вырваться, но не могли. Вот там было рабство. А теперь, когда Бог нас освободил, Он говорит, я даю тебе полную свободу выбора. Живешь в свободе, но знай, что твоя жизнь должна быть изменена в образ Сына Божьего. Иисус Христос, как наш образ, на который мы можем равняться, и можем прийти к этому образу, усовершенствовать свою духовную жизнь так, чтобы мы были подобны Сыну Божьему. Аллилуйя! Мы об этом прочитали. И знаете что? Хочу вам сегодня рассказать несколько, показать, точнее, несколько еще историй из Библии, которые помогут вам понять, о чем я сегодня хочу вам донести, или рассказать. Бытие, 50 глава, 20 стих. Бытие, 50, 20 стих. Здесь Иосиф говорит со своими братьями. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Аминь. Когда читаешь конец этой истории, то потом думаешь, что-то было плохо перед этим, как-то было невесело. Иосиф говорит, что вы умышляли мне сделать зло. Они не только умышляли, они сделали зло. За 20 лет до этого его братья продали его в Египет за 20 серебряников. Продали из зависти, потому что папа Иаков любил своего сына Иосифа больше, чем всех остальных. И они по зависти продали его. Он просил, умолял, написано. «Не продавайте меня. Я буду жить скромно и вообще спрячусь от вас. Я не буду больше вам пророческие сны рассказывать. Пожалуйста, не делайте этого». А Аминь говорит, «Да нет уж, дорогой, ты слишком много проблем нам приносишь. Все, мы тебе продаем». Заработали 20 серебряников, разделили между собой эти серебряники, съели их, проели их, пропили их, прогуляли. Все, брата нет. А Бог взял и, видя сердце Иосифа, поставил его в такую позицию, которой можно позавидовать только. Он стал премьер-министром Египта, целой страны. Фараон говорит, «Ты будешь ниже меня лишь только престолом. Все остальное, вся власть у тебя в руках». Как это может быть? Почему Иосиф встал на такую позицию? Да потому что, когда он пришел в чужую страну, он продолжал оставаться верным Богу. Он не начал поклоняться идолам и истуканам. Он не начал делать грехи и беззакония. Из-за того, что с ним кто-то поступил неправильно, он не сломался внутри себя. Он сказал, «Боже, я не понимаю эту ситуацию, но я тебе доверяю». Из-за того, что он был настолько честным, порядочным человеком, он исполнял заводи Божьи, его тоже заметили. И он стал управляющим у Патифара в доме телохранителей царских, начальника телохранителей. Но там тоже проблема. Дьявол там хотел его подловить, там хотел его искусить, там хотел сломить его. И он подослал к нему, к Иосифу, жену этого Патифара, которая хотела с ним иметь взаимоотношение. А он сказал, «Я не буду этого делать, я уважаю своего хозяина». А она взяла и сделала так, что как будто он домогался. Она его реально обманула, опорочила перед всеми. И его посадили в тюрьму. 13 лет тюрьмы. За что? За правду? Нет, за ложь. За то, что жена Патифара его оболгала. Но и там Господь, написано, был с ним. В тюрьме Бог был с ним. Лучше в тюрьме с Богом, чем на свободе без Бога. Звучит странно, но в этом смысле, в этой истории я вам скажу точно так, что Бог был с ним, и поэтому даже в тюрьме он стал заместителем начальника тюрьмы. Аллилуйя. Ему и там доверили работу хорошую. Он и там не пропал. И там в тюрьме. Хоть он и замначальника тюрьмы, но тем не менее он в тюрьме. Но и там Бог был с ним, и явил свою славу именно там. И в итоге фараон узнал о способностях и талантах и помазании Иосифа. И позвал его тогда, когда ему нужно было решение, серьезное решение. Он видел сон, один и тот же сон, только в двух образах, и никто не мог истолковать. А это был пророческий сон. Иосиф смог это сделать. И он истолковал фараону сон, который исполнится в будущем. И фараон, видя, что в Иосифе Дух живого Бога, так и написано. Он говорит, ты будешь в моем государстве управляющим, ты будешь премьер-министром. Все мои подчиненные будут тебе подчиняться. Все мои министры будут тебе подчиняться. Потому что у тебя есть Дух живого Бога. Дух Святой знает, о чем говорить. Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божьей. Я возвращаюсь к этой мысли. И поэтому, когда Иосиф встал в позицию премьер-министра, он не возгордился перед Богом. И сказал, ну, Господи, спасибо, что дал мне такую должность, а теперь я буду к тебе редко приходить. Он продолжал общаться с Богом Израиля. Он знал точно, кто его спаситель. Он знает, что все в жизни временно. Если он оказался в глубине рва, Бог его оттуда что поднимет. Но что в твоем сердце происходило на глубине рва, это имеет большущее значение. Когда у тебя было все более-менее хорошо, и ты вообще не верил, что с тобой может быть что-то плохое, и ты оказываешься на глубине рва, ты думаешь, Господи, к чему бы это? Не задавай Богу вопрос, за что, а спроси, для чего. Это будет правильно. И когда ты начнешь искать в своем сердце, в чем нужно еще и поменяться, что нужно, чему надо научиться, то это приведет тебя к лучшему. Это приведет тебя к лучшим переменам. Не ожесточай свое сердце из-за того, что кто-то с тобой несправедливо поступил. Бог остается верным. Он остается любящим Отцом, у которого планы для тебя во благо, тебе во благо. Аминь. А не во зло, чтобы дать тебе будущую надежду. Слава Господу. И так Иосиф оказался в этой истории. И когда братья пришли и узнали, что это Иосиф, потому что спустя 20 лет они даже не узнавали его. Он говорил на халдейском языке, он уже имел другой вид, он вырос, он возрослел, возмужал, борода и все такое. То есть они его не узнавали. Он говорил с ними через переводчика, и вдруг он открывается и говорит, братья, это я. Можете себе представить, братья, которые приходили к Иосифу за хлебом, покупали за серебро, и которые он их испытывал, и вдруг он открывается и говорит, братья, ну что, голубчики, попались. Вот вас и настигла кара Божья. Так он сказал? Нет. Он сказал, друзья, меня Бог благословил. Вы умышляли мне сделать зло, а Бог взял и обратил это зло мне в добро. Я вам говорю, если даже будут наступать враги или злодеи, они сами притнутся и падут, ваше стопсалом говорит. Мы должны знать точно, что Бог за нас, а это нужно быть, в этом нужно быть уверенным. Знаете, это очень важный момент, чтобы вы услышали. Если я живу в несоответствии со Словом Божьим, я не могу быть уверен, что Бог будет защищать мои планы и что мои пути все будут содействовать мне ко благу, потому что только тот, кто возлюбил Бога, любящим Бога, все содействует ко благу, а любящий Бога, он не будет грешить против Бога, он не будет поступать против его заповедей, он не будет его Слово искажать, извращать и просто измерять по своему усмотрению. Мы должны с вами принять откровение, что любящий Бога, человек, он идет путями правды Божьей, он живет праведной жизнью, он удаляется от зла, хранит свой уста от луговых речей. Это человек, который не изменяет Богу. Аллелуи! Давайте будем теми, кто не изменяет Богу, несмотря ни на что. Поэтому люди сегодня могут быть смелыми, как лев, только тогда, когда они знают, что он любит Бога. Ученик, которого любил Иисус, написано в Писании, это Иоанн, он о себе писал, любимый ученик Иисуса. Он оказался единственным из всех апостолов, который умер своей собственной смертью, находясь на каторге на острове Патмос, дожив до 90 лет. Я вам скажу, это тоже милость Божья. Господь дал Иоанну дожить до такой глубокой, до почетного возраста, я бы сказал так, и дал ему откровение о будущем, о будущем земли, вообще верующих людей, жизни в этой вселенной. Он дал ему это откровение, Иоанн их записал. Но знаете, он о себе говорил, я любимый ученик Иисуса. Вопрос, неужели Иисус действительно Иоанна любил больше, чем остальных? Нет, друзья мои, я получил точное понимание. Вопрос не в Иисусе, который разделял, о, Иоанн, ты меня особенный, я тебя люблю по-особенному. Даже когда он выбрал Иоанна, Иакова, его брата, и Петра, он их выбирал по причине их сердца, в контексте служения Богу, а не в контексте личных симпатий. У Петра не было шанса стать симпатичным для Иисуса. Он был слишком грубияным. Даже Андрей, мне кажется, был более мягким и добрым. Но почему-то Иисус выбрал Петра, потому что Бог знает, в чем человек будет силен, как духовный человек, как служитель. Аминь. Поэтому Иисус выбрал их одинаково. Петр, Андрей, то есть Яков, Иоанн, идемте за мной. Это были три, которые были самые близкие к Иисусу. И еще были восемь, не сколько, девять человек, которые были тоже в его команде. Двенадцать апостолов. И они были немножко дальше в отношениях с Иисусом. Но Иисус делился с этими больше всего. Но Иоанн, единственный, который сказал о себе, я любимый ученик Иисуса. Вот такого высокого мнения на себе. И знаете, я могу сказать, что я любимый ученик Иисуса лишь по одной причине, если я его очень сильно люблю. То есть, когда ты делаешь какие-то шаги любви к Богу, ты получишь взаимно. Ты получишь настолько много взаимно, что ты скажешь, я любимый ученик Иисуса. Он меня так сильно любит. Когда я пришел ко Христу, это был девяносто третий год, я ощущал на себе такую особую благодать, благоволение Божье. Потому что я с детства с ним общался, знал его, как бы ни с кем об этом не делился, не рассказывал, потому что я не мог об этом объяснить. Но я знал, что Бог есть. И когда я пришел к покаянию, родился свыше, у меня такое впечатление было, что я самый любимый ученик Иисуса. Ну, знаете, особенно, любимчик. И со мной ничего плохого не должно происходить. Это на самом деле было такое понимание вообще вещей духовных, которые я был в младенчестве, не понимал по-настоящему, как Бог на это смотрит. И когда однажды я сделал неправильные шаги, ну, не зрело, не грамотно, не мудро, Бог меня обличил через свое слово очень сильно. Это было во сне, и я увидел это слово. И там было жестко, там было слово, что он говорит, если ты не приложишь сердца своего к тому, чтобы воздавать славу имени моему, я прокляну твои благословения и уже проклинаю. Я вам скажу, я не мог поверить, что Бог мне это говорит, но я знал точно, что это говорит Бог. И знаете почему? Потому что я думал, что любимчикам Бог все прощает и покрывает, и на что не обращает внимание. Нет, друзья, Бог справедлив. И если священнослужитель грешит, Бог его будет обличать и наказывать. Точно так же, как и со всеми остальными. Чем больше ответственность, тем больше нужно себя хранить и отвечать за свои поступки. Поэтому я когда это услышал, знаете, это не вызвало у меня гнев и раздражение. Это вызвало мне что? Покаяние. Я пришел к Богу, говорю, Господь, прости меня. Я согрешил. Вот почему Павел пишет, что когда вы огорчились коринфянской церкви, я обрадовался. Думаешь, Господи, ты что, Павел, как ты можешь радоваться, когда люди огорчаются? Да потому что, говорит, вы огорчились ради Бога, а не мирской горечью. А не мирская печаль вас постигла. Потому что мирская печаль производит смерть, а печаль ради Бога производит жизнь. И если ты опечален какой-то ситуации, то пусть эта печаль будет к перемену в лучшую сторону. Пусть твой характер меняется из этой ситуации во славу Божью. Аминь. И тогда это будет действительно тебя в пользу. И ситуация, когда тебя не сломает, не разрушит тебя, а созидать будет, и будет тебя во блага. Вот о чем сегодня я хочу говорить. Если я сегодня нахожусь между жерновами, и ситуация, и обстоятельства меня перемалывают, то пусть это сделает Бог так, чтобы я стал чище, а не засорился еще пылью извне. Наша задача сегодня меняться в образ Иисуса. Возвращаемся к посланию к римлянам, где Павел говорил об этом, что Бог призвал нас быть образом Сына Божьего. Бог призвал нас к этому. Если Он увидел нас в будущее, Он увидел нас в перспективе, Он не смотрел на тот момент, когда Он нас призывал. Когда Он нас призывал, мы не были достойны. Мы не были хорошими. Настолько, чтобы сказать, ну, ты достойный, давай заходи, будешь у меня служителем Царства Божьего. Напротив, много сегодня служителей тех, которые были, как Павел, упорные, упертые, злые, людей не любили, убивали, насиловали, а Бог говорит, это мой избранный сосуд. Боже, как ты смотришь? Это вообще по-человечески неправильно. А Бог говорит, да потому что такой ревности, как у Него, я не вижу ни у кого из вас. Он ревностен во всем, и в добром, и в плохом. И вот когда Он берет плохое и убирает, остается доброе, Он в этом будет такой ревностный. Поэтому Павел пишет, я столько претерпел, но я не стыжусь Господа моего. Я готов умереть за Него. Аллилуйя. Он шел как просто на убой. Аллилуйя. Потому что Он говорит, я, ну, скорее умру. Значит, с Господом буду скоро. Аллилуйя. Поэтому, что бояться-то? Моя жизнь на земле заканчивается все равно. Даже если я проживу до 90 лет, до 100 лет, все равно тело умрет. Но что я делаю, пока живу на земле? Что я делаю? Как я живу? Для кого я живу? Имеет большое значение. И поэтому, мне нужно понимать, что Бог ожидает от меня перемен к лучшему. И если кто-то запланировал зло, умышлял, как братья Иосифа, то знай, что даже если они сделают какую-то попытку, Бог обратит это зло тебе в добро. Он повернет ситуацию. Все изменится. Он возвысит тебя. Аллилуйя. И Он поставит тебя на то место, где остальные посмотрят, скажут, оу, Бог все-таки его любит. А ты скажешь, а я и знал, что Он меня любит. А я и не сомневался. И у меня не было даже мысли о том, что, а любит ли меня Бог? Он любит, потому что я знаю это, потому что я знаю это, потому что я его люблю, потому что у нас есть с ним взаимоотношения, потому что Дух Святой во мне живет, и я молюсь Духом, и Он ходат за меня по воле Божьей, от тех планов, которые Бог для меня приготовил. Поэтому я буду воспринимать в своей жизни то, что Бог говорит, что Бог делает, что Бог запланировал, и буду воспринимать это с той целью, чтобы мне измениться к лучшему. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Хорошо, идем дальше. История, которая, в общем-то, цепляется, или касается сегодняшнего события, сегодняшнего праздника, праздника Пури, она идет в книгу Исфирь. И эта книга, она меня тоже впечатляет тем, что сделал Бог для целого народа. И мы прочитаем в 9 главе, в 1 стихе книги Исфирь, такие слова. Исфирь 9.1. В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над своими врагами. Аллилуйя. Написано, что пришло время, когда неприятели надеялись взять иудеев под свою власть, а вышло наоборот. Именно в тот день. Не позже, не раньше. Именно в тот день. И знаете, эта история меня сильно впечатляет именно потому, что она также говорит о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. История закончилась тем, что к Израилю захотели присоединиться 127 областей. После того, как это прозвучало, как это все случилось, когда евреи победили врагов своих, Бог сделал так, что остальные народы вокруг Израиля сказали, мы тоже хотим быть с Израилем. Если Бог так может их спасать, то мы хотим быть с евреями. Аллилуйя. Лучше быть с ними под одной крышей, чем находиться на улице и погибнуть. И знаете, почему все так случилось? Потому что, опять-таки, Бог, видя будущее, знал, что произойдет с Израилем, находясь в рабстве, либо, точнее, в плену, находясь в этой стране, в чужой стране. Они оказались, как знаете, как изгой для государства. И одна из причин, потому что у царя Артарксиса был премьер-министр Аман, который был тщеславным человеком, самолюбивым, гордым. И он хотел, чтобы ему кланялись, как Богу. Знаете, он настолько себя возвысил в своих глазах. И когда он побуждал людей поклоняться ему, кланяться ему, Мардахей, будучи иудеем, он не кланялся ему. Потому что говорил, Господу Богу, одному поклоняйся, ему одному служи. Поэтому, Аман, ты извини, но я тебе кланяться не буду. И это очень сильно раздражало Амана. Но немножко я забегал, это немножко вперед забежал. Но чуть-чуть раньше, чуть-чуть раньше, так случилось, что когда у царя Артарксиса был день рождения, он позвал к себе в гости соседних царей. Он позвал к себе своих друзей. Премьер-министром, всю свою вот свиту. Он позвал, чтобы опировать. И когда они гуляли, общались, там, наелись, напились, а жена его, Астин, Астин, меня всегда позывают это с мужчиной, то ли Астинь, то ли Астинь. Она в это время гуляла с принцессами, с королевами в другом месте. У них там была своя вечеринка женская. И цари говорят, покажи нам свою жену. И он позвал ее, а она не захотела прийти. Знаете, это был ключевой момент, тоже такая странная ситуация. На ровном месте конфликт. На ровном месте. Просто не захотела. Она видит своего пьяного мужа, и говорит, а что я к нему пойду? Пусть проспится, а потом приду. А он хотел ее показать, она была красивая. А она говорит, я не пойду, потом приду. И когда ему ответили так, и он так смутился, его помощник говорит, слушай, ну если так все в Израиле, то есть в нашей стране будут отвечать своим мужьям, то у нас будет проблема в нашей стране. Так что давай, царь, принимай решение. И он принимает решение развести со своей женой. Представить, на день рождения. Конкретно. Царица потеряла свое царское достоинство, потому что просто не захотела прийти показаться другим царям. Ну пошла бы дефилет, сделали и ушла. Все. Какие проблемы? Нам кажется, что все достаточно просто. А там, оказывается, была серьезная ситуация. И это опять-таки было не просто так. Не просто так. И когда она, то есть он развелся со своей женой, объявили, объявляется кастинг на новую жену для царя Артаксиса. Ну кастинг это, ну осмотр, там представление, ну смотрины, да. И собрали со всех областей, ну девушек самых красивых. И кастинг выиграла. Мисс Халдеи выиграла девушка по имени Адаса, или не как ее, Исфирь. Ну, Гадаса, но это еврейское имя, а ей дали имя Исфирь по традиции того народа. И она выиграла этот кастинг. Она стала мисс этой земли. Аллилуйя. Царь не женился. Почему так случилось? Почему не другие девушки? Именно это. Да потому что у Бога был план. И когда пришел день, когда пришел день беды на государство, потому что Аман решил не только Мардахея уничтожить, который был дядей Исфири, но и с ним весь его народ, чтобы он понял, что это дух у Израиля, и что нельзя его просто так оставлять. С ними Бог, которому они поклоняются. А он не хотел, чтобы так было. И поэтому пришел царю и хитростью говорит, давай, вот тут народ живет, он сильный, он воинствующий, давай, чтобы как бы убрать будущую проблему, уничтожим его. Ну царь не подумав, не размышляя, не поспрашивая, взял и дал приказ. Уничтожить евреев вместе с Адарей 13 числа. Все. Указ, приказ, все прочитали в государстве, во всех областях, и евреи в ужасе, в панике, что такого-то числа будет казнь. Все евреи погибнут, весь народ должен погибнуть. Но значит что? С ними Бог. И нужно понимать, что эта разница существенная. Силы царя, силы его подчиненных, они ничто в сравнении с силой Божьей. Потому что не на силу коня смотрит Господь, не на его вооружение, не на его знания, не на его воинствующий дух. Он смотрит на того, кто уповает на него. Бог смотрит на сердце человеческое. Аминь. Поэтому пришел день, когда позвал Мардахей свою племянницу и говорит, слушай, ты вот в царских палатах, и тебя все хорошо, и ты сейчас не нуждается ни в чем, и ты в принципе не погибнешь. Но знай, что Бог тебе, может быть, ради этого момента и поставил на эту должность. Может быть, ради этого ты и пришла в царские палаты, чтобы избавить весь израильский народ от этого невнавистного человека. И она говорит, хорошо, я буду поститься три дня, я буду простить весь израильский народ тоже быть в посте и молитве, и я пойду к царю, я пойду простить у него милости. И знаете что? Она понимала прекрасно, что этот шаг мог закончиться для нее трагически. Она могла умереть там же, в палате у царя, потому что 30 дней царь уже не звал ее к себе. А это сигнал, что он уже начал о ней забывать. И если бы любая женщина, жена захотела зайти к нему без разрешения, она могла тут же быть казнена. И ей нужна была поддержка Божья войти к царю и просить хоть о чем-нибудь. И так случилось. Она постилась три дня, народ Божий постился, и она вошла к царю, и знаете что? Царь посмотрел на нее, ее слуги подбежали, чтобы тут же ее схватить. Он на нее простер свой жезл, и они отступили от нее. И она подходит, и он говорит, ну, что ты хочешь, дорогушка? Алёвый. Ты знаешь, мы с тобой давно чай не пили, с гренками. Давай вечерком соберемся, чайку попьем, поговорим о том, о сём. Царь смотрит, говорит, слушай, что-то у тебя, ну, давай. Собрался он на вечеринку, пригласил там своего, Амана, премьер-министра. Она говорит, пригласи Амана. У Амана вообще гордость еще выше. Вот меня царь, и царица приглашают на вечеринку. Они сидят, пьют чай с гренками, общаются, о том и сём. И царь говорит, и что-то ты здесь заподрозвила. Говори, что ты хочешь. До половины царства дам, мне понравились твои гренки сегодняшние. Ну, она хорошо приготовила, с корицей, с сахаром, всё нормально, по-французски. Она говорит, царь, ну, еще одна просьба, давай завтра еще гренка поедим. Мне нравится, как тебе нравится, как я готовлю. И они еще один вечер начинают праздновать, телешпировать, еще один вечер она взяла у царя для общения, и на второй вечер царь опять говорит, ну, проси, что ты хочешь, я уже понял, что ты меня хочешь чем-то ублажить, и отчетов ожидашь от меня. Она говорит, да вот есть человек, который хочет уничтожить мой народ, весь, в твоем государстве. Он рассказывает, кто такой вообще, кто ты вообще такой, ну, просто ненормальный, и как это вообще посягнул на такое. Она говорит, да вот Аман, твой помощник. Аман весь затрепетал, потому что понял, что у него серьезные проблемы. Серьезнее не бывает. И царь начал ходить из комнаты в комнату, он просто злился тоже. А в это время Аман припал к ногам цариц, начал хватать за ноги, говорит, помилуй меня. И тут в это время царь заходит, можешь себе представить. Так ты еще мою жену хочешь? Домогаясь. Короче говоря, он берет и вешает Амана на виселице, которую он приготовил для Мардахея. История. Знаете, и это незаконченная еще история. И потом царица говорит, а можно мы поменяем тот указ, который был до этого, на другой указ, чтобы евреи отомстили тем, кто хотел их убить. Он говорит, да, давай, сделай. И она берет и подписывает царю указ о том, чтобы в этот же день евреи отомстили своим врагам. И было много крови, и было много, ну, реально война была, но евреи отомстили за свою, вот, буквально, как, знаете, угрозу смерти. Отомстили и тому Аману, и тем людям, которые на него работали, и тем людям, которые их ненавидели. Это сделал Бог. Вы скажете, да нет, это люди, это сделал Бог. Руками людей, аллилуйя, произошло сражение, но евреи стали целостны. Слава Господу. И знаете, этот праздник, Бог говорит, это называется Пурим, пусть он называется Пурим по слову Пур, от слова жребий. Когда бросали жребий, в какой день выпадет на казнь, выпал 13-е Адара. И это был Пурим, праздник, который праздновали до сих пор евреи. И когда мы сегодня говорим, что 8 марта, 23 февраля, как бы, но приурочено к празднику Пурим, ну, в общем, правильно, Пурим, на первое слово, то люди говорят, да при чем здесь это вот Пурим? Мы же тут в Советском Союзе все это получили. А мы говорим, друзья, это Бог так сделал, чтобы под прикрытием советских праздников продолжался праздновать Пурим. Аллилуйя. И я вам скажу, что Пурим совпадает периодически на 23 февраля и на 8 марта. Совпадает. В этом году Пурим, знаете, какое число? 16 марта. Кто не знает, что 16 марта намечен референдум в Крыму. Удивительно. Я просто понимаю, что что-то происходит. Что-то происходит. И вот история говорит о том, что враги планировали сделать зло. Было не классно, была угроза, было давление материальное, моральное, социальное давление. А Бог взял и обратил это в добро. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Потому что после этой истории Израиль стал еще более значим в глазах людей. Еще более возвеличился и усилился. Аминь. Бог взял это все и вот так сделал. Поэтому наша жизнь, друзья, она должна быть всегда как бы рассматриваема через проекцию Божьего взгляда. Через проекцию Божьих планов. А не то, что я хотел. То, что мы иногда строим, это иногда не в планах Божьих. И это может нам навредить. И когда мы своим детям бьем по рукам, очень больно, если они тянутся к огню, это не значит, что мы их не любим. Это значит, что мы предотвращаем будущие ожоги, предотвращаем слезы, предотвращаем всевозможные затраты ненужные. Поэтому ударив по рукам, ты не причинишь ему много вреда. Поплачет и успокоится. Но ты дашь ему понять, не лезь сюда больше. Это опасно. Аминь. Поэтому и в притчах Соломон пишет, когда накажешь ребенка по попе, у него мозги на место станут. Это в моей интерпретации расширенный перевод. Там написано, что не повредишь его душе, а наоборот поможешь ему. Аллилуйя. Потому что иногда люди говорят, ой, нельзя детей наказывать. Знаете, не будем наказывать, на шею сядут, на голову сядут. Потом будут маньяками, убийцами. Мы думаем, откуда это все? Воспитательный процесс должен быть. Поэтому Бог, кого любит, того наказывает. Пути наказания у каждого свои. Бог знает, как с кем разговаривать. У каждого из нас есть своя кнопка. Он знает, когда нажать. И мы это знаем. И мы знаем, что вот это Бог меня препятствует. Это Бог меня останавливает. Вот здесь Бог меня наказывает. Мы знаем это. И знаете, что иногда люди все подряд приписывают сразу же наказание от Бога. Не торопитесь. Ситуационно Бог нас наказывает в самую последнюю очередь. ситуации, которые нам будем говорить уже болезненные, это самая последняя очередь. Первая очередь Бог говорит через свое слово. Вторая очередь Он говорит через проповедников, через людей праведников. Третья очередь Он начинает говорить духом своим, приводя нас во сновидение, в какие-то ситуации. То есть начинает нас вразумлять Дух Святой. Мы этого не слышим, тогда уже будет последняя очередь эта ситуация, которая остановит нас четко. Мы поймем и мы знаем, что мы слышали и проповедник говорил, и Слово Божие говорило, и Дух Святой мне говорил, и все вокруг крещали, остановись, я не останавливался. Ну, пришлось остановить Богу уже ситуационно. Аминь. Знаете, я смотрю на эти вещи достаточно просто. Просто для нас, для верующих, нужна ясность, а как же это происходит в нашей жизни. Так вопрос в том, что когда я нахожусь на территории Царства Божьего и исполняю заповеди Божьи, я должен доверять Господу, что моя жизнь, она в Его руках, и все, что будет происходить, будет содействовать мне ко благу. Аминь. Я буду в этом возрастать, учиться, я буду становиться похожим на Иисуса. Аминь. Даже всевозможные провокации стороны людей, они должны нас изменить в худшую сторону. Не воздавай зло за зло, написано в Писании, но побеждай зло добром. Не просто стой, как истукан. Знаете, иногда люди воспринимают эти слова, ударившие тебя по правой щеке, поставь другую. Чисто вот как ударили, стой и дальше жди удара. Мы читаем, не побеждай, не воздавай зло за зло. Иисус говорит, если раньше написано было глаз за глаз, зуб за зуб, ухо за ухо, корова за корову, а сейчас я вам говорю, не воздавай зло за зло. Да? Ну побеждай зло добром. Любите врагов ваш, благословите проклинающих вас. И ты думаешь, ну это значит, что я должен стать таким слабаком? Побеждай зло добром. Это активное послание, это активное действие. Нужно побеждать зло добром. Делаю тебе зло, а ты сделай добро. Таким образом мы остановим, можем остановить всякую агрессию и всякую провокацию. А если мы будем просто стоять и бездействовать, то зло будет продолжать действовать. А здесь уже нужно думать. Пастор из Крыма написал мне в фейсбуке, ну не мне, в принципе, поделился как с друзьями. Он говорит, мы собрали церковью и фотографии, ящики с едой, продукт, консервации, там всякий продукт, и решили пойти к тем, кто оккупирует и тем, кто в оккупации. Принести и тем еду, и тем принести еду. Они прошли к воинской части. И знаете, он говорит, первое впечатление или отношение к нам было агрессивное со стороны оккупанта. И там были эти казаки, все возможности, но когда они увидели ящик, который мы открыли, а там была еда, значит, у них лицо смягчилось. Они такие, серьезно, а потом лицо смягчилось, и они приняли наш дар. Потом пошли к нашим, а наши вообще сразу, о, браты, заходи ты. Там даже агрессивнее, мы там ждали благоволения Божьего. Но вопрос в том, что, говорит, мы решили сделать как по Божьей, это вот поступают дети Божьи так. Не так, что принес кабанат только братьям в оккупации, а вы голодайте, с голоду умрите. Нет. Другой пастор, говорит, мы наняли машину, 6 тонн воды, и повезли тем, кто находится на этих вот позициях. И начали поить людей. И думаешь, но не надо же так, это же враги. Знаете, была ситуация в Израиле, когда пророк Ересея слепил всю армию, сирийскую армию. Словом, не, ничем-то другим. Словом. Говорит, Господь, закрой ему глаза. Они взяли и перестали видеть. И он взял и говорит, вы не та дорога, которую вы идете, вот пошли за мной, я вас приведу. И привел их в самарийский город, прямо в центр столицы. И потом в столице говорит, Бог, открой ему глаза. Они открывают глаза, и вся армия, она окружена армией израильской. И они в центре города. И они обезоружены. И царь говорит, о, давай его сейчас поразим. Он говорит, слушай, не ты их пленил, не тебе их убивать. Накорми лучше их и напои их и отпусти. Звучит странно. Это же враги. Он говорит, отпусти их. И написано, и с того времени сирийцы перестали ходить войной на Израиль. И думаешь иногда, что твои просто молчания или же бездействия, они что-то изменят. Они ничего не изменят. Но когда начинаешь добром побеждать зло, это активное действие. Это изменит ситуацию. Благословляйте проклинающих вас. Это значит, когда проклинают, говори в ответ, и ты будь благословен. Нет. А реально благословлять от сердца, зная, что человек делает это по жестокосердию своим, по незнанию своим. Аминь. Благословляйте это активное действие. Это в молитве говорит, слова благословляющие. Это реально верит, что Бог благословит их. Аминь. Хочется иногда быстрого возмездия. Но знаете, это возмездие, оно не должно быть в качестве нам, как награды за наше терпение. В смысле, вот Бог наказал, и я порадовался этому. Как иногда верующие хотят, из-за того, что мне причинили боль, я хочу видеть, как страдают эти люди, как страдают эти враги. А это я вам скажу, это не Дух Святой говорит человек, это не чистый мотив, это неправильное сердце, потому что Бог никого не учит воздавать злом за злом. Аминь. Аллилуйя. Еще посмотрим одну историю, и мы будем, уже подходим к завершению. Аллилуйя. Это книга чисел, 23 глава, 19-20 стихи. Книга чисел, 23 глава, 19-20 стихи. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает. Будет говорить, и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он, Бог, благословил. И я не могу изменить этого. История, которая здесь произошла, она еще более пикантная, интересная, и вообще, меня всегда впечатляет то, что там произошло. Один из царей, Валак, увидел, как идет израильский народ, ну, несколько миллионов людей, идет прямо на его землю. И должны войти, и он понимает, что это те люди, перед которыми Бог раздвинул Красное море, у которых столько было явлено чудес, и он решил, что пока они благословлены, он их не может победить. Будьте внимательны, я хочу, чтобы вы сейчас это услышали. И он посылает, Валак посылает своих князей к одному человеку, которого считали, что он пророк Божий. Его звали Валам, и он говорит, пойдите к нему и попросите, внимание, скажите так, пойди и прокляни мне этот многочисленный народ, чтобы я мог его одолеть. Представьте, вот как думает языческий царь, что пока благословение на этих людях, я не могу их одолеть. То есть, проклятие это отделение от Бога. Значит, пожалуйста, приди и прокляни мне их. Отдели их от Бога, от Божьей защиты, от Божьего обеспечения, от силы. Пусть страх на них придет, пусть ужас ими одолеет. Приди и прокляни, чтобы я мог их одолеть. А Валам говорит, ну, я пойду к Богу, поговорю об этом. И Бог ему говорит, не ходи с этими людьми. И все. Они нехорошие. Но на следующий день приходят князья еще более значимые, еще более богатые. И говорят, слушай, ну, царь, обещаю тебе много награды. Полный дом, свой дом, золото, серебра. А Валам говорит, даже если столько золота и серебра мне будет давать Валаак, я не пойду, потому что Бог не хочет этого. Он говорит, Бог не хочет этого. Ну, ладно, я хочу, может, сокращу эту историю, потому что это длинная, интересная история, но там даже есть, когда животное разговаривает. История впечатляет. Но вопрос в том, что Господь видел лукавство в сердце Валаама. Из-за того, что он говорит, ну, ладно, останетесь и вы на одну ночь, я с Богом поговорю. А Бог ему говорит, ладно, и решит, раз ты хочешь, иди, иди с этими людьми, но делай то, что я скажу. Он говорит, хорошо, он сел на ослицу свою, едет, ослица начинает делать какие-то маневры, которые он не ожидал никогда. Начинает вдруг реально прижимать его к стене, там, ложиться под ним, он начинает ее бить, и вдруг ослица начинает с ним разговаривать. И знаете, в этой истории меня даже больше впечатлило не то, что ослица говорит, а то, что Валаам с ней разговаривает. Ну, мало ли кто со мной разговаривает, может, может, галлюцинация. Так он начинает с ней разговаривать. Это уже похоже на шизофрению. Но ослица говорит, ты что бьешь меня? Он говорит, так что ты ложился здесь, я не понял. Он говорит, я же тебе три года служила, ты хоть раз видел, чтобы я так поступала? Да нет, не видел, вот именно. А представьте, там рядышком слуги находятся, и они все это видят. Он со злицей разговаривает. Я не уверен, что она говорила так, чтобы понимали все остальные. И она говорит, ты знаешь, посмотри вперед. И он вдруг смотрит, там ангел стоит с мечом огненным, который, она говорит, если бы я не поворотила, он бы здесь снес голову. И тогда он покаялся, принял Христа в свое сердце, ну вот это. И стал христианином. После этого он сел, уже был более осторожен. И приехал на место, где Валах приготовил ему, чтобы проклинать израильский народ. И это было так много людей, что ему пришлось четыре места его переставлять с места на место, на гора, просто на вершине горы. И он говорит, пойди мне с этого места прокляни народ Божий, или израильский. А вот тут начинают приносить жертву, приносить жертву, приношению Богу, животных, и Дух Божий начинает говорить. Открывая, наполняет его уставы, тот начинает говорить, да пусть они будут благословенные. И нет бедствия в Акове, и они сильны Богом. Он начинает пророчески говорить благословение. Он говорит, стоп, 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 давай пошли на ту сторону, может, там проклянешь его. Тот приносит жертву животных, опять начинает говорить, и опять благословляет израиль. И уже когда на третьем месте он стоял, на третьей точке, благословляя, Вала говорит, Вала говорит, слушай, я тебе вообще, ну ты что думаешь, не мог почтить тебя? Я мог действительно тебе дать много денег? Я мог тебя возвысить? Зачем ты благословляешь? Если не хочешь проклинать, просто не проклинать, но не благословляй. А он говорит, слушай, я не могу. Вот Бог начал благословлять, и я не могу не благословлять. И если он что-то начал, он будет это делать. Аллилуйя. И я читаю в Писании, благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе, всякий благословен в небесах. Я благословлен не потому, что дела хорошие делают, а потому, что Бог меня избрал. А потому, что я поверил в Его Сына. Я благословлен. Я нахожусь на территории Царства Божьего. Я живу под кровом Всевышнего. Аллилуйя. И я покоюсь под его крыльями, под его тени. Я знаю своего Бога по имени. Он знает меня. И он говорит, что никто не похитит меня из его руки. Он говорит, что если будут сражаться против тебя люди, я восстану на них. Аллилуйя. У меня есть обещание. Я благословлен, как вместе со благословленным Авраамом. Потому, что я человек веры. Все люди веры судить Авраама и благоставляются с верным Авраамом. Так написано в послании Галатам в третьей главе. Мы читаем эти слова и должны применять это в свою жизнь. И понимать, что никто не может отменить того, что начал делать Бог в моей жизни. Вот Бог начал меня благословлять. И никто не может этого изменить. А если Бог начал благословлять, и я живу в благословении, то знаете, конец всех врагов, которые будут восставать против меня, будет один и тот же. Они будут поражены. Но история может закручиваться так, что война будет грозить, опасности будут грозить. Он говорит, что будут вооружаться против тебя, но не от меня, говорит Бог. Но кто бы ни вооружился против тебя, он падет, он говорит. Потому, что это наследие сынов Божьих. Это наследие детей Божьих. Исаии 54 глава. Помните ли, Писаж 3? Мы читаем эти слова и понимаем, что Господь, начав нас благословлять, благословив нас во Христе, Он не отменит этого. Он не изменит этого. Один вопрос. Оставайся в народе Божьем. Оставайся с народом Божьим. Будь под покровом Всевышнего. Аллилуйя. Не ищи Божьей защиты где-то на стороне. Там на стороне нет Бога. В народе Божьем там защита. И если кто-то в это время в Израиле решил отколоться от Израиля и ушел бы своими полями, в свою сторону, и Валак бы его захотел уничтожить, он бы легко это сделал. Потому, что Бог благословляет свой народ, который его признают, который за ним следует, который исполняет его заповеди. Аминь. Живя по Слову Божьему, мы находимся под покровом Всевышнего. Когда мы исполняем его заповеди, мы говорим, что я люблю тебя, Господь. Потому, что Иисус об этом говорил, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если любите меня, я, Отец, возлюбим тебя тоже. И будем с тобой кушать вечер, или как вечерят написано на нашем переводе. Мы будем с тобой обедать, кушать за твоим столом. Поэтому, знаете, для меня это важный вопрос, чтобы мы не видели во всем. Знаете, дьявол разрушает нашу жизнь, а мы иногда можем сказать, ну, значит, все, содействует только благу. Подождите, не давайте вместо дьяволу. Во-первых, не надо все приписывать Богу. Потому что иногда ситуации такие, которые там дьявол действует явно, и нужно в этом различать. А как различить, где Бог, а где дьявол? Еще раз скажу, любящим Бога, призванным по его изволению, те, которые молятся духом, все будет содействовать ко благу. Но в ситуации это вопрос Божьего допущения. И если ситуация такая случилась, значит, Бог так допустил. Услышьте, это моя вера. И я верю, что так можно подтвердить в Писании. Что если что-то происходит в нашей жизни, то это допущено Богом, если я только остаюсь чадом Божьим, возлюбленным Богом, возлюбившим Его. Аминь. Нужно в это всегда знать и верить, что на территории Царства Божьего ты в безопасности. Потому что имя Господа – крепкая башня. Бежит в нее праведник и безопасен. Праведность дает тебе гарантию того, что ты будешь в безопасности. Даже среди шторма и бури. Даже среди огонений. Даже среди лишений. Даже среди болезни. Главное, чтобы с тобой был Бог. И говоря слова «Сам Бог со мной», нужно быть уверенным, а с тобой ли Бог? Если ты с Богом, то и Он будет с тобой. Если ты ушел от Него, то можешь не мечтать. Поэтому, друзья мои, тем, кто любит Бога, тем, кто исполняет Его заповень, тем, кто следует за Ним, все содействует ко благу. Вы это услышали? Дайте Богу славу. Аллалюя. Аллалюя. Давайте поднимемся. Слава Господу. Спасибо, Иисус. Боже, мы благодарны Тебе за слово Твое, которое изменяет нашу жизнь. Спасибо, Господь, за вдохновение, за ободрение. Спасибо, Иисус, за перемены в нашем сердце. Спасибо, Господь, за Твою благодать, которую Ты даешь нам жить. Во имя Иисуса Христа, я молю Тебя. Дай нам сегодня, Господь, вооружиться этим посланием, этим словом, этой мудростью, Господь. И знать, и различать, Господь, видеть Твою руку в нашей жизни, понимать, что Ты делаешь, как Ты делаешь, для чего Ты это делаешь. Я прошу Тебя, Боже, благословить сегодня, моих братьев и сестер, чтобы мы не ослабели в наших душах, чтобы мы не остановились, Господь, но каждую ситуацию рассматривали как Твой план для нашей жизни. Помоги нам всегда молиться духом, помоги нам всегда верить, Господь, что нам все содействует ко благу тем, кто любит Тебя, тем, кто следует за Тобой, тем, кто исполняет Твои заповеди. Я прошу Тебя, Боже, благослови, чтобы нам не заблудиться, чтобы нам не потеряться, чтобы нам не разочароваться во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твое обетование в действии, обетование в действии, обетование силы, обетование любви, обетование веры, обетование защиты во имя Иисуса, обетование обеспечения, обетование исцеления. Да придут они в нашу жизнь, в наши дома и в наши семьи во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.